доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и уважаемые наши контрагенты это видео прежде всего для контрагентов скорее всего дело в том что мы видим какие запросы приводят людей на наш сайт и вот было несколько запросов два конкретно которые я хочу прокомментировать в очередном своем видео первое значит вы сейчас находитесь видите на своих экранах на главной странице нашего сайта это сайт о общество с ограниченной ответственностью научно-прикладной центр акм и лаборатория психологического обеспечения вот такой вот у нас бренд такой у нас знак соответственно наш сайт очень легко находится поиском если вы просто наберете лабораторию психологического обеспечения это длинно писать наберите четыре простых буквы лпфу ле нет петр Федор Ольга. Соответственно, адрес нашего сайта lpfo.pro Других сайтов с нашим участием не существует. У нас один единственный сайт. В будущем планируется еще один. Уже приобретено доменное имя. Но на данный момент всю свою деятельность мы осуществляем только через вот этот сайт, имеющий доменное имя lpfo.pro и никаких других сайтов не существует. Это первое, что я хотел бы пояснить. Второе. Значит, поразили показать справку. Справку о психологическом обследовании. Показываю. Вот она здесь у нас идет как приложение к договору. Ее можно, кстати, скачать из сайта. Значит, в самом теле договора они у нас все выложены на главной странице документы. Давайте я вам покажу это. Вот здесь вот на этой странице документы у нас тут приведены все наши договоры. То есть их можно скачать, посмотреть, что они из себя представляют. Там по факту, по предоплате. Там разные договоры. Их несколько штучек пять. Если я не ошибаюсь. Соответственно, показываю, возвращаюсь к справке. Это официальная справка по приказу 34С. Буквка С говорит о том, что приказ служебный. С ним ознакомлюют подроспись спецчасти. Значит, эта справка идет как приложение, официальное приложение к справке по форме 302Н. По медосмотрам. По этому приказу живет вся Россия 302Н. И к нему там в самой даже форме справки есть такая строка. С учетом данных психологического обследования. До 2015 года все это было в одной справке сосредоточены. И я подписывал эту справку единожды вместе с председателем комиссии. А с 2015 года появилась, вот разделили яйца и корзинку. Соответственно, появилась отдельная справка из психозеологической лаборатории. Заключение по результатам психозеологического обследования. Это вы видите официальную форму справки. Так вот она выглядит в нашем договоре. И, соответственно, я хотел бы вас переадресовать на одну из наших страниц. А именно на страницу номер 2.1 нашего сайта. 2.1 услуги. Здесь можно узнать, прочитать полный алгоритм того, что представляют из себя психозеологические обследования. Какими законодательными восстановлениями, актами мы руководствуемся. В том числе, внимательно вчитавшись, тут надо читать, конечно, это не тот случай, когда не надо читать. Здесь можно также скачать справку ОПФО, вот только что, которую я вам показывал, 34С. Справку по форме 302Н посмотреть ее. И так далее. Здесь выжимка. Самое главное, ни капли воды. Значит, соответственно, можно увидеть то, чем мы занимаемся и на основе чего мы это делаем. На основе каких законодательных актов и постановлений правительства, Минздрава, Минздрав соцразвития, Министерства атомной промышленности и других ведомств мы осуществляем свою деятельность. Любой документ можно скачать. Ну и, соответственно, также легко его можно найти в юридических системах Консультант Плюс, еще какой-то и так далее. Ну вот, в частности, справка ОПФО. Вот если мы на нее нажмем, то есть вот так она выглядит, выложена у нас на сайте. Один в один. Ой, что тут произошло. Один в один. Та справка, которую я вам только что показывал. Вот так выглядит справка по психзиологическим обследованиям. Давайте вернемся на главную нашу страницу. Адресую вас еще раз к разделу документы. Как я уже сказал, она главная. То есть тут можно скачать все наши приз-куранты, цены, формы договоров. Вот приз-куранты в данном случае идут. Значит, пять видов договоров. Тут приложение алгоритм. Как мы работаем с контрагентами. Какой алгоритм мы соблюдаем в обмене документов. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и, собственно, важная очень таблица. Речь идет о том, что можно скачать все наши нормативно-организационные документы. Все наши приказы, регламентирующие деятельность лаборатории. И НПЦ КМЭ в целом. То есть акты аттестации, карточку предприятия, патентное свидетельство. Политику конфиденциальности и так далее. Свидетельство о постановке на учет российской организации. Всем этим занимаются бухгалтера, экономисты и так далее. Наш устав и так далее. Страница документы. В нормативно-организационном плане у нас основная и главная. На этом все, пожалуй. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok